Мортал Комбат В итоге пришло понимание, что при правильном подходе некогда потерявшиеся, несправедливо забытые и оборвавшие контакты с аудиторией игровые проекты способны удовлетворить всех – разработчиков, издателей, игроков. Вера в ремейки и переиздания окрепла, а тот самый правильный подход вслед за NetherRealm стали стабильно нащупывать и многие другие. В разрезе всех этих событий было вдвойне интересно ожидать продолжения МК. Какие приемы придумают создатели для развития? Да и будет ли развитие вообще? Может, Эдбун и компания просто воспользуются популярностью предыдущей части и схалтурят? А не испортят ли картину новые персонажи, вводить которых просто необходимо? А не потеряется ли такой своенравный дух старой школы со всеми этими изменениями? В общем, вопросов и опасений хватало, чего уж греха таить. Благо, сейчас у нас уже есть ответы. Начнем с сюжетного режима, являющегося, пожалуй, лицом игры. Основная часть повествования разворачивается спустя 25 лет после преснопамятного турнира, но благодаря флэшбэкам мы регулярно сможем путешествовать по временной шкале и становиться свидетелями других событий. Время земных бойцов, естественно, не пожалело. Джонни Кейдж, Джакс, Соня, Кенши приблизились к пенсионному возрасту, хотя и остались способны нападать разнообразным злодеям, среди которых зачастую мелькают обращенные магией Куан-Чи неиграбельные бывшие добряки, типа Люкана, Кабала и Найтвульфа. Во главе злой пирамиды значится Шинок, который активно рвется из своей преисподней на волю, дабы всех поработить и наказать. У Скорпиона и Саб-Зира, как обычно, свои мотивы, а приличное количество эфирного времени уделено новым персонажам. Отпрыскам земных бойцов Кейси Кейдж, Джеки Брикс, Кун-Джин, Токеда, а также представителям внешнего мира. Самые заметные — Император Котл-Кан и насекомая женщина Девора. Необходимо отметить возросшие масштабы действия. Мы постоянно перемещаемся из одной локации в другую и смотрим на события с различных точек зрения. И хоть сюжетку, наверное, и можно пройти за пресловутые 4 часа, факт, чего активно муссируется среди игроков, ощущение, что нас где-то обманули и чего-то недодали, все же не возникает. Другое дело, что новые центральные персонажи вряд ли могут в своей харизме посоревноваться с проверенными бойцами. Выглядят дебютанты местами пресно и шаблонно, но, возможно, во мне опять заговорил Консерватор. А вот по поводу введенных в сюжетный режим QTE даже с самым лютым противником нововведений переживать не стоит. Ведь своевременное нажатие нужных клавиш по сути ни на что не влияет. Дело ограничивается лишь вариациями анимаций разворачивающихся событий. Из той же оперы заметных, но, пожалуй, необязательных новшеств оказалась система фракций. В самом начале игры вы должны выбрать, с чью сторону будете отстаивать в рамках мультиплеерной социальной глобальной войны. Клан Линк Уэйс с Абзиро во главе, криминальная организация Черный Дракон, шаолинский орден Белый Лотос, американский спецназ и Братство Тени с Куан Чи на президентском кресле. Чтобы помочь своей фракции, вы должны выполнять разнообразные регулярные задания, провести в поединках столько-то икс-рей ударов или успешно провернуть такое-то фаталити и все в том же духе. Присутствует в войне фракций система рейтингов и разнообразных ивентов, еженедельно подводится статистика и так далее, но, к сожалению, работает вся эта канитель не без сбоев. Порой в данном разделе доступна лишь возможность покорить башню испытаний лидирующей фракции, тем самым подтянув свое сообщество к вершине. Но, надо заметить, этих самых башен в игре и без того хватает. В итоге получается, что чуть ли не единственной, действительно приятной и заметной особенностью войны фракций является возможность провернуть вместо фаталити факшн-кил. Каждая сторона конфликта располагает пятью подобными добивающими ударами, добавляемыми в ваш арсенал по мере прокачки пользовательского профиля. Помимо этого, в Mortal Kombat теперь вновь стали доступны бруталити, только исполнять их нужно не в момент фирменной агонии противника, а при решающем ударе, сводящем здоровье оппонента к нулю. К примеру, для того, чтобы выполнить бруталити за Кейси Кейдж, необходимо сохранить у нее больше 50% здоровья, завершить поединок выстрелом из пистолета и находиться при этом на расстоянии прыжка. Только тогда девушка пустится во все тяжкие, обильно орошая кровью противника экран вашего телевизора. Кстати, в плане жестокости все на прежнем добротном уровне, а вот любители женских прелестей вряд ли порадуются тому, что формы героинь стали более правдоподобными и не такими вызывающими. Даже альтернативные костюмы не помогают. Дополнительных материалов стало еще больше. Чтобы открыть всю крипту, игрокам, у которых в жизни помимо сна еще есть какие-то другие заботы, потребуются долгие месяцы. И дело не только в количестве, но и в стоимости. Вскрытие некоторых захоронений требует серьезных вливаний местной валюты. Причина подобной ситуации по-рыночному тривиальна. В онлайн-магазинах продается специальная DLC, полностью открывающая доп-материалы. В русском PSN подобный читерский приемчик обойдется желающим в 1000 рублей. Если все же собираетесь одолеть крипту без дополнительных вливаний, готовьтесь к приключениям. Теперь этот раздел Mortal Kombat стал полноценной мини-игрой, выполненной в духе Legend of Grimrock или других данжен-кроулеров. С видом от первого лица мы путешествуем по мрачным подземельям, собираем разнообразные квестовые предметы и даже сражаемся с монстрами. Тут, кстати, QTE выглядят куда гармоничнее, чем в основной сюжетке. В общем, новая крипта хороша и удивительна. И тем более, жаль, что кое-какой коммерческий дисбаланс имеет место быть. О чем еще могут пожалеть поклонники Mortal Kombat, так это о сносе трехсотэтажной башни испытаний. Замечательной находке, представленной в предыдущей части. Ей на смену пришли другие... конструкции, которые башнями-то и язык назвать не поворачивается. Так, стремяночки. Хотя определенный интерес они все же представляют. Здесь нашлось место и для классических забегов по очереде противников, и для многоэтажек Test You Luck и Test You Might, а также для новинок в виде живых башен, суть которых меняется с течением времени. В основном все там замешано на уже знакомых нам фортовых или нефортовых модификаторах. И вроде есть чем себя развлечь, но, как ни крути, а трехсотка 2011 года была и разнообразнее, и эпичнее, и интереснее. Почему нельзя было дать развитие этой наработки вместо того, чтобы все переиначивать, непонятно. Схожая ситуация и с драками 2 на 2, которых вы теперь не найдете. Можно предположить, что эту особенность создатели убрали, дабы не сломать себе голову с балансировкой, которая, учитывая то, что на каждого бойца теперь приходится по три стиля боя, предполагающих наличие разнообразных спецударов и возможностей, стала бы совсем не посильной ношей. Но режим 2 на 2 вроде никогда и не был турнирной дисциплиной, так что почему бы и не оставить? Чисто for fun. К сожалению, сотрудники NetherRealm рассудили по-другому. И да, за всеми этими размышлениями о том, что пришло, а что ушло, я совсем забыл поведать о главном, собственно, процессе набивания морд. Воспринимается он абсолютно безболезненно, хотя кое-какие нюансы и свежие черты, естественно, присутствуют. Про систему трех вариаций для каждого участника, которая дарит весьма приятное ощущение права выбора и отчасти обманчивой возможности подогнать персонажа под себя, я уже сказал. Во-вторых, бег вернулся, хотя и отскоки остались на месте. В-третьих, стандартные удары разных персонажей стали еще больше отличаться друг от друга, как в плане силы, так и в плане дистанции. В-четвертых, значимость бафов усилилась. Ну а в-пятых, динамики стало больше. За счет интерактивных объектов, встречаемых на локации и помогающих как выбраться из угла, так и нанести дополнительный урон противнику. Была бы моя воля, я бы обошелся лишь резюмирующим абзацем, без оценки. Ох уж эти правила. Который уже раз призываю вас прислушаться к словам, а не просто смотреть в уголок, выискивая глазами плашку. Однозначно, Mortal Kombat X не производит того впечатления, что производила игра 2011 года. Здесь есть приличное количество спорных нюансов, как-то новые персонажи, дизайн интерфейса и война фракций. Но также нашлось место и для очевидных и значимых плюсов, вроде таинственной крипты и ураганных бруталити. В конце концов, в MKX драться стало, пожалуй, еще веселее. Вот только без потерь не обошлось. Видно, что разработчики старались отделить зерна от плевел и сделать действительно новую игру, а не подчевать на лаврах, обойдясь лишь косметическим ремонтом. Честь им и хвала за это. Но, к сожалению, вместе с плевелами были отброшены и кое-какие весьма ценные зерна, которым было бы самое место в этой смертельной битве. Поэтому есть стойкое ощущение, что если бы к MK 2011 просто добавили ключевые положительные качества MKX, то получилось бы в итоге лучше. То есть акцент надо было сделать на расширении, а не на замене. Классические игры серии именно по этому пути развивались, и все с ними было хорошо. Благо теперь перед Эдом Буном есть уже два примера и два глобальных народных фидбэка, от которых можно успешно оттолкнуться при изготовлении следующей части, которая, конечно же, будет. Субтитры подогнал «Симон»